ООН обнародовала свежие данные о сирийских беженцах. Более 4 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за кризиса и боевых действий. В самой Сирии после точечных ударов российской авиации по объектам инфраструктуры, так называемого исламского государства, правительственным войскам с каждым днём удается освободить от террористов всё больше населённых пунктов. Уничтожен один из лидеров Аль-Каиды. Между тем, западные эксперты и политики делают новые заявления о борьбе с ИГИЛ и роли России. Обо всём подробнее Евгений Завадский. Область Аль-Джафра на северо-востоке страны – это ключ к военному аэродрому Дай-Резаур. Чтобы его уничтожить, террористы собрали последние силы, но отступили с большими потерями. И теперь сирийские войска готовят здесь контратаку. Люди стоят на постах круглые сутки. Вы сами видите, самолёты взлетают и садятся, делают свою работу. Аэродром держится и будет держаться с божьей помощью. Лётчики знают, за что их так ненавидят террористы. Только накануне под Алеппо ударом с воздуха был уничтожен влиятельный лидер Аль-Каиды – Санафиан Насар, отвечавший за разработку политики и стратегии экстремистской сети. Вместе с ним ликвидированы ещё два полевых командира – наёмники из Саудовской Аравии и Марокко. В провинции продолжается полномасштабное наступление при поддержке Воздушно-космических сил России. Рядом с трассой, идущей из Дамаска от боевиков, освобождены семь деревень. Это позволило взять под контроль южные подъезды к Алеппо. Успехи у сирийцев и в провинции Латакия. Армия вместе с отрядами народного ополчения уничтожила три сотни боевиков. Они просочились через границу с Турцией, но далеко не ушли. Как пишет ливанская пресса, сирийские правительственные войска, благодаря помощи российской авиации, повсеместно перехватывают инициативу. Наши самолёты уничтожают объекты инфраструктуры ИГИЛ. Данные о ходе операции ежедневно озвучиваются Министерством обороны. Так, накануне в командном центре рассказали об уничтожении сразу нескольких объектов, в том числе базы по подготовке террористов-смертников. Успехи российских лётчиков и сирийских правительственных сил уже не могут не замечать в Европе. Там всё чаще звучат голоса о необходимости координации усилий западной коалиции, которую возглавляют США с Москвой и Дамаском. Самым разумным было бы координировать военные удары по целям исламского государства на территории Сирии. Если будет успешный атака американцев, хорошо. Если добились успеха россияне, даю такую же оценку. Я не рассматриваю борьбу с ИГИЛ через идеологические линзы. Я также считаю, что эффективно бороться с исламским государством, равно как и урегулировать внутриполитическую ситуацию в Сирии, невозможно без Асада. Сегодня именно ИГИЛ представляет наибольшую угрозу. Об этом же всё чаще говорят и за океаном. Аналитики и политологи в открытую критикуют внешнюю политику администрации США. Так, в интервью одной из общественных радиостанций, профессор Гарварда заявил, что гражданская война в Сирии – это не только ошибка, но и проигрыш Обамы. США больше не находятся на лидирующей позиции. Это удивительная вещь. И действительно, Соединённые Штаты с начала 70-х и до начала работы этой администрации были, несомненно, доминирующей политической силой в Ближневосточном регионе. Но это время прошло. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда президент Путин скорее является главной политической фигурой на Ближнем Востоке, чем президент Обама. Тем временем ООН публикует новые данные о масштабах гуманитарной катастрофы в Сирии. Беженцами там стали уже более 4 миллионов человек. А в самой стране в срочной помощи нуждаются ещё 8 миллионов. Чтобы бежать от войны, они готовы на всё. Эти семьи только что переехали турецкую границу. За право сесть в грузовик, который могли расстрелять по дороге, они заплатили по 2000 евро за каждого. Евгений Завадский, Анна Шаргатова и Сергей Филиппов. Первый канал.